Комментарий Комментарий Большинство из них пребывают во тьме невежества, а в философском отношении являются наивными сентименталистами. В действительности это не так. Есть очень и очень знающие ученые, сформулировавшие философию преданной любви к Богу. Однако Бхакти, даже если он не пользуется их литературой или помощью своего духовного учителя, но искренне и преданно служит Господу, помогает сам Кришна, пребывающий в его сердце. Поэтому находящийся в сознании Кришны искренний Бхакта не может быть обделен знанием. Единственное необходимое условие – посвятить себя предному служению в полном сознании Кришны. Современные философы полагают, что не анализируя человек, не может получить чистое знание. Всевышний Господь отвечает им, что Он, как утверждается в этом стихе, поможет людям, занятым чистым преданным служением. Пусть даже они не имеют достаточного образования и достаточных знаний ведических принципов. Господь говорит Арджуне, что по существу, просто философствуя, нельзя постичь высшую истину, абсолютную истину, верховную и божественную личность, так как высшая истина, столь велика, что понять ее или достичь ее невозможно просто с помощью умственных усилий. Человек может размышлять миллионы лет, но если он не является Бхактой и не возлюбил высшую истину, ему никогда не понять Кришну или высшую истину. Только с помощью преданного служения можно доставить удовлетворение Всевышней Истине, Кришне, и с помощью своей непостижимой энергии Он может явить себя в сердце чистого Бхакты. Кришна постоянно пребывает в сердце чистого Бхакты, и подобно Солнцу Он рассеивает тьму невежества. Такова особая милость Кришны к чистому Бхакте. В следствии того, что соприкосновение с материей многие и многие миллионы жизней осквернило сердце человека, оно все равно покрыто налетом материализма. Однако этот налет быстро снимается, и человек поднимается до уровня чистого знания, если он отдает себя предному служению и постоянно повторяет Маха-мантру. Кри Кришна, 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 Кри Рама, Кри Рама, Кри Рама, Кри Рама, Кри Рама. Только с помощью повторения Маха-мантры и предного служения достигается конечная цель Вишну, а не чрезмыслительные спекуляции или споры. Чистого Бхакту не должны волновать жизненные проблемы, ему не о чем беспокоиться, ибо когда тьма, окутывающая его сердце, рассеивается, Всевышний Господь, удовлетворенный его любовным предным служением, естественным образом обеспечивает его всем. В этом сущность учения Бхагавад-гиты. Изучая Бхагавад-гиту, человек может полностью вручить свою душу Всевышнему Господу и посвятить себя чистому предному служению, так как Господь полностью принимает на себя заботу о нем. Человек совершенно освобождается от любых материалистических стремлений. Чтобы оказать им особую милость, я, пребывающий в их сердцах, сиянием знания, рассеиваю тьму, порожденную невежеством. Умадьян-ти-биранда-сиаги-нанжана-салкия-чак-шурум-меретамьяна-тайсма-шрикурабен-маха. Сури-чайтанья-нану-бистам-схавитамьяна-бутале-сваям-рупаганам-хьям-дадати-свапа-дантикам. Ванча-калпата-рубьяс чакри-пасин губьяевакя-патитанамpава-нидов, ваишни-йон-модама. Джая-шри-кришна-чайтанья-праху-нидьян-анда-срия-тай-чак-дар-хара-шри-васад-вигурапат-та-вринда. Харе-кришна-харе-кришна-кришна-кришна-кришна-харе-харе. Харе-рама-харе-рама-рама-рама-рама-харе-харе. Итак, каким же образом вчера мы читали этот стих, где сегодня поясняется в следующем стихе, каким образом Кришна дает это понимание. Предыдущий стих, чтобы цепь не разрывалась, я напомню вчерашний стих. Тем, кто постоянно с любовью служит мне, я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне. Чтобы оказать им особую милость, я, пребывающий в их сердцах, сиянием знаний рассеиваю тьму, порожденную невежеством. Итак, великолепие Абсолюта, глава называется, и привилегия Бхакти в том, что Бхакти направлено непосредственно на прямую Кришну. Этот прямой путь выражен очень хорошо самим Господом Чайтани в этом изречении. Я являюсь вечным слугой, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Бриндавана. То есть это непосредственное прямое служение Кришны. В материальном мире люди думают, что прямое служение это вот как, допустим, вот так. Но Кришна в Падмапуране говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга, только тот слуга, кто слуга моего слуги и всех остальных слуг, только тот мой слуга. И так Кришна на самом деле принимает прямо служение. И вот у людей в материальном мире сразу возникают проблемы. Что значит прямо? Здесь в материальном мире прямо, это когда вот я и ты, и всё, больше никого нет. Но в духовном мире прямо, это когда через кого-то. То есть всё наоборот. В материальном мире всё напрямую делается, и живое существо всех распихивает. Но в духовном мире всё построено на этом отношении духовной потенции, которая называется хора, сотрудничество. Вся эта потенция Гопи-Лилы, Гопи, они все сотрудничают. И поэтому мы говорим Гоп-Кумар, то есть Гопи есть и есть Гопи. И всё положение Гопи и Гопов в том, что они все сотрудничают. Все живые существа полностью заняты в служении Кришны напрямую, сотрудничая друг с другом. Такое преданное служение является духовным и прямым. И никогда не встаёт вопрос, что я хочу, как я хочу служить Кришне. Это полностью материальная платформа. Я хочу вот это делать для Кришны. А я хочу вот это для Него делать. Это материальная платформа. Духовная платформа. Что Кришна хотел бы, чтобы делал именно я. Вот я такой вот со своим положением. Что бы хотел Кришна, чтобы вот такая Личность, чем бы она занялась? И нету даже речи, что человек говорит, нет, я этого не хочу, я это не буду. А можно я буду делать то? До тех пор, пока у нас остаётся такие представления о служении, и что мы таким образом должны действовать, мы называемся неофиты. Это положение неофита. То есть карма. Так действует карма-йог. То есть он выбирает то, что ему нравится. Не то, что Кришне бы понравилось от него сейчас. Как вот Арджуна говорит, может быть я пойду под дерево, помедитирую на тебя лучше, чем сражаться. Кришне говорит, нет, я хочу, чтобы ты сейчас сражался здесь. Он говорит, ты знаешь, а я вот не хочу как-то тебе так служить. Но служить вообще-то я тебе очень хочу, но вот под деревом. Итак, это удивительное положение, конфликт Бхагавадгиты, это опаравидия. То есть представление материалиста или материалистические представления в преданном служении выражены в том, что человек не очень правильно осознаёт, какова же цель его продвижения и в чём же его продвинутость. Продвинутый предный это тот, кто всегда спрашивает, что бы вы хотели от меня. И он не просто, это не какое-то красное словцо, чтобы показать, как бы публично так задать вопрос кому-нибудь, или чтобы гуру сказать, я сделаю всё, что вы мне скажете. Вы наверняка замечали, когда спрашиваешь, ну что бы ты хотел делать? Что скажете, то и сделаю. Ты говоришь, ну давай я это сделаю. О, это не могу. Ну а что же можешь? Ну что скажете, то и сделаю. Ну давай вот это делаю. Ну, это тоже не могу. Ну а что ж можешь? Ну что скажете? И вы никогда не... И вы к Богу говорите, да просто ешься, выкупляйся, обороняйся и спи. О, это конечно, это по мне. В этом случае я просто идеально могу исполнить. Итак, в чём же реализации Бхакты? Почему Кришна заботится и о ком Кришна начинает заботиться? Именно о такой личности, которая поняла вот эту маленькую деталь, что я должен делать то, что хочет Кришна. И ничего не делать то, что в моём положении для меня не предназначено. Поэтому Кришна говорит, я создал варны и ашрамы. И Кришна каждому говорит, какое лучше ему положение занять. Через кого? Через духовных авторитетов. Кришна таким образом постепенно задействует живые существа в процессе очищения через преданное служение. И насколько человек быстрее продвигается в этом осознании, что я должен занять позицию такую, какую нравится Кришне. А не такую, что какую позицию мне нравится занять по отношению Кришне. Какую позицию Кришна выбрал для меня и что ему нравится. Это называется духовная платформа. Поэтому в духовном мире все живые существа и даже здесь в материальном мире истинные бакты занимают такое положение. Это продвинутые. То есть и здесь Прабхада пишет, что может быть они не совсем квалифицированы, не совсем хорошо владеют литературой, философией. Но если они занимают такую искреннюю позицию и всегда остаются на платформе желания Кришны. А это что? Как желание Кришны проявляется? Посредством указаний духовного учителя. И если они занимают эту позицию, то есть духовный учитель, как мы сегодня утром разбирали, он допустим говорит, представим так, вот мы говорим, я бы хотел поехать, допустим, в Бомбейский храм служить. А духовный учитель говорит, нет, оставайся в Шелихово и служить там под руководством вот этого ДАСА. Он говорит, да вы знаете, под вашим руководством бы неплохо было бы служить. Мне хочется под вашим руководством. Он говорит, ты хочешь под моим? Да. Вот я тебе даю руководство. Служить в Шелихово под руководством вот этого ДАСА. И человек сбитый с толку, поскольку материальное сознание еще, он не может понять, что это прямое указание. И что он через этого ДАСА прямо служит своему гуру. Вы теперь понимаете, что такое прямое служение? А когда человек, сердце осквернено всевозможными желаниями, сердце осквернено анардхами. Анардха, если вы помните, что такое? Ардха это драгоценности. Анардха это то, что не имеет никакой ценности. Анардха. То есть то, что принимается за драгоценность, ну как бы стекло, представьте, стекло, если так выгравировать и потом за бриллиант выдать. И продать за огромные деньги. И когда это все разоблачится, все поймут, что это стекло, а никакой недрагоценный камень. Анардха это то, что выгравировано. Выгравировано. И то, что мы принимаем за ценности своего эгоизма. То есть мы ценим стекло. Ченаки Бандит в одном афоризме говорит, что сейчас люди в этот железный век носят на голове стекло и попирают ногами бриллианты. Но истинные драгоценности, даже если их попирают ногами, в цене никогда не упадут. Поскольку скоро придет великая личность и восстановит приоритеты. То есть на головах будут носить ценности, а стекло будут попирать ногами. Сейчас все наоборот. Стекло носят на голове, а ценности. Но это же не значит, что если мы ходим по алмазам, то качество алмазов изменились, что они стали цеклянными. Мы просто не разбираться можем в этих элементах. Итак, этот процесс прямого служения должен быть очень хорошо осознан. Что у нас есть указание. Это прямое служение. Как Шелеп Рупада, когда уходил, он сказал. Свою истинную любовь ко мне вы в первую очередь проявите через сотрудничество. Что значит сотрудничество? Это прямое любовное служение Шелеп Рупаде, когда мы сотрудничаем в его миссии. В том, чтобы сделать так, как он хотел. А не так, как мы видим, как нам нравится, как нам хочется. Как Шелеп Рупада установил. И Рупада сказал, ничего не меняйте. Вы не найдете ни в одном комментарии и ни в одной лекции Шелеп Рупада, что завтрак должен состоять из йогурта. Ни в одной не найдете. Вы ни в одном лекции, ни в одной истории не услышите, что Шелеп Рупада бы сказал. Если все не будете танцевать вместе, не дам инициации. Все это как бы народотворчество. Наше. Если вы возьмете даже челпадский опыт, это сформировано естественно и добровольно в процессе определенной философии. Когда вы одухотворяете что-то. Определенная культура. Определенные гумы. Кришна говорит Арджуне. Все должно рассматриваться через гуны материальной природы. Кала Дэщи Патра. В это время, в этом месте какая гуна влияет. Какая культура. Какая социальная структуризация. И так далее. И в соответствии с этим может каким-то образом формироваться какой-то определенный вид деятельности. То есть дух остается неизменный, а форма может меняться. Поэтому мы видим, допустим, японцы маленького роста, такие узкоглазые, буряты такие, западные люди. Смотрите. Дух остается неизменный, а форма может меняться в зависимости от времени. Мы видим разные культуры и так далее. Если вы прочитаете Махабхару, то вы будете очень удивлены, что нигде одинаково ничему не следовали. Хотя исповедовали одну и ту же религиозную систему. Везде была своя специфика. Везде была своя специфика. Если сейчас кто-то из вас читает, допустим, какие-то Велесовые книги или что-то такое, вы видите, славяне точно так же поклонялись Всевышнему. Слово Всевышний от какого слова? Всевышний. То есть всем управляет кто? Вышню. Всевышний. Есть боги и есть Всевышний. И люди, крестьяне даже употребляют это слово и говорят, а его зовут Игорева. Смотрите, какой абсурд. Как вот я бы, допустим, сказал. Володя, но его зовут Гоха. Он сказал, с какой стати меня Гоха зовут? Меня зовут Володя. Так же Всевышний. Это Вышня. Потому что вы знаете, да, буква И в слове Кришна и Вишня нет буквы И. Есть соединительная точка, которая звучит почти как И, да? Кришна, 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 Вишня, Вишня. Поэтому все Вишны. А мы говорим Кришна, Вишну. Это как бы такое русское такое. И даже на самом деле не русское, поскольку Кирилл и Мефодий. Ну ладно. Итак, когда человек начинает глубоко разбираться в этих деталях, казалось бы, тонкостях, но Шрилл Праупада специально наталкивает вдумчивых людей, когда в науке самосознания пишет Кришна. Ну помните, да? И вот этот параллель. Праупада ученые лично. Все думают, ну это он так вот придумал. Когда первый раз читаешь, кажется, ну это он там как-то сам надумал себе. Ну это полностью научная трансформация. Как специально в процессе деградации это уничтожается? То есть специально убирается, разбавляется, чтобы убрать это. Вы знаете, да, если лекарство, допустим, вы берете какую-то структуру лекарства, и оно должно быть какое-то процентное соотношение. Если вы его разбавляете, оно все меньше и меньше действует. Так же и здесь. Вы берете, в общем-то, допустим, какую-то хорошую вещь, но вы не заинтересованы в излечении кого-то. И с другой стороны не можете как-то что-то сделать. Поэтому просто разбавляете. И таким образом процесс излечения превращается в процесс заглушки. А разглушится, значит постепенно болезни, вот эти материальные желания переходят в хронические. То есть как человека не лечишь, а у него ничего не проходит. Потому что он лечится не той концентрацией. И вот Бхакти-йога это полностью сконцентрированная практика. И вся система концентрации выражена в вибрационной системе. Какой? Ри Кришна, Ри Кришна, 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 Ри, Ри, Рама, 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 Ри, Ре. То есть звуковая вибрация, ни грамма не разбавленная никакой материальной субстанцией. Все остальное. Отче, Наши, Сина, Небеси, любую возьмите религию. Все мантры разбавлены материальными субстанциями. Кроме звука. Ом. Я трансцендентный звук. Ом, говорит Кришна. И кроме. Ри Кришна, Ри Кришна, 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 Ри, Ри, Рама, 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 Ри, Ри. Итак. Эти взаимоотношения прямого служения связаны с очень глубоким пониманием процессов психологии. И вот здесь Шива Прабхупада говорит. Нет никаких проблем у тех, кто не знает, не может понять, анализом не занимается. Нет проблем, поскольку Кришна пребывает в их сердце. И когда он видит, что этот человек напрямую служит вот таким образом. То есть Кришна хочет, чтобы он служил. Слуга, слуги, слуги, слуги. И вот в Шримад Бхагавате есть такой стих. Что Брамана достигает великого знания. Чатрия большой власти. Вайшья при помощи преданного служения достигает несметных сокровищ. А Шудра становится великим Вайшнаом. Как вы думаете, почему? Почему Брамана не может стать великим Вайшнаом? Тяжелее ему стать. Кшатрия и Вайшья. И во второй песне Шримад Бхагаватам есть этот стих. Где говорится, Кшатрия достигает через преданное служение великого знания. Кшатрия власти вообще. Бескрайне, неограниченно. Кшатрия, вернее, ваще несметных богатств. А Шудра становится великим Вайшнаом. Почему? Потому что природа Шудры служит. У него по природе он услужит. Не чрезмерно услужит, а услужит. Вор чрезмерно услужит. Если вы думаете, кто-то к вам перед вами лебезит, знайте точно, что там что-то не так. Вот эта тонкая грань, это как, и тоже не каждый человек может определить, где лебезит человека, где он действует искренне. Точно так же, как сейчас, если я вам дам разные виды пищи, вы не определите, какая предложена, а какая нет. Вот все одинаково положится в одинаковую посуду. И вот с десяти раз, я уверен, вот допустим, два будет предложенных, а восемь не предложены. И вы путем тыка, может быть, кто-то случайно попадет. Так, мы тут же проэкспонтируем. Я перемешаю и дам вам из двух выбор. Мы уже так делали. И вот, допустим, есть преданные, которые, вот допустим, из десяти блюд два предложенных, а остальные восемь не предложены. Как бы вы ни перемешивали, они всегда точно определены. Вот это предложено. На вкус. Едят, это предложено. Едят, это не предложено. Едят, это не предложено. Это предложено. Из 10 раз пробовали, все 10 раз они 2 этих точно находили, но таких редко встречаются такие великие души, но я так с этих встречаю. Так же и здесь, то есть эти детали, эти тонкости, кто любезит, а кто искренне делает, точно так же это в процессе очищения, когда человек факелом знания рассматривает, не факелом вожделения или факелом пищеварения, а факелом знания, трансцендентального, бивергян, когда он факелом знания рассматривает в сердце. Это знание, оно вложено в сердце каждого живого существа и по мере очищения оно проявляется. Так говорит Ширчитанин Махапрабху, Чирчитанин Чиритамридзе. Это знание изначально вложено во все наши сердца. У всех у нас уже есть знание полное. Как вы думаете, почему? Где Кришна, там знание. А в сердце есть Кришна? Вот почему он и говорит. Чтобы оказать им особую милость, я, пребывающий в их сердцах сиянием знаний, рассеиваю тьму, порожденную невежеством. И когда человек всем сердцем совершает предное служение Кришне, даже не имеющий знаний, все, просто вот так вот, приняв это, и действует искренне, то есть не прерываясь, и принимает Кришну, и не думает, вот я бы хотел так, а мне вот это нравится, а я вот такой падший. Просто он принял это положение. Кришна сам знает, какой он падший, где и как. Никого еще, я не помню, чтобы кого-то заставили делать то, чего он не может. Не было такого. Я не слышал это в прошлом, чтобы так было, не слышал в настоящем и вряд ли услышан в будущем. Чтобы истинный духовный учитель что-то сказал нам такое, чего мы не могли бы делать. Мы просто не осознаем этого. Просто не осознаем. То есть мы еще не готовы серьезно принять духовную жизнь. Поэтому думаем, что наставления духовного учителя какие-то супер какие-то, мы ни в коем случае не можем. Знаете, помните, как вы мне говорили, вот вы все вот здесь многие сидели и говорили, ну я не смогу. Помните? Вы-то не помните, а я помню. Я помню. Многие из вас, вот все вот эти сто или там 200 человек, которые сейчас здесь есть, я помню, когда вы привлекались, вы все мне говорили, ну я не смогу. Ну вот это может быть смогу не пить, а остальное не смогу. Вот прошло почти три года. Вы смотрите, повторяете джапу, многие отказались от разных. Но тогда вам казалось, что я что-то такое требую от вас. Я говорю, вот это нельзя, вот пропады, говорит, и как бы кажется немножко что-то круто. И сейчас для сегодняшнего уровня тоже что-то круто считается. Уже то-то, ай, любой дурак может. Но вот это как бы, вот то, что он рассказывает, ой, ну это круто. Это уж точно не смогу. Но пройдет опять же так же два-три года, и вы будете думать, ааа, это любой дурак может. Но вот это, нет, не могу. И так, такова иллюзия как бы нашей собственной силы. Как бы мы забываем об этой силе. Как есть такая вот, помните, какая-то сказка русская там, Илья Муромец. Он там до 33 лет ничего не мог делать, там лежал на печке потом. Или как Хануман. У него забрали это, потому что он баловался, неправильно использовал свою силу. И Хануману забвение. Отключили ему память, и он забыл, как пользоваться этой силой. И никогда забыл, постепенно обусловился этой забывчивости, этой амнезии. Что он может быть большим, что-то делать. И как только в его сердце проявилось сильное желание. Ана-хата-прая-шина-пра-хупадаси-ля-туштайе. То есть, там говорится, ана-хата-прая-шина-рамачандра-туштайе. То есть, он всю свою силу решил отдать Господу Рамачандре, для того, чтобы найти ситу, послужить ему. И как тут же Джамбалан увидел в нем это, Джамбалан он так же отличал, кто куда хочет что использовать. У него был такой же, как же вот этот просад. И Джамбалан сразу определил и сказал, я тебе напомню, на самом деле у тебя сил во. Просто ты забыл, плохо себя вел и забыл по этому. Поэтому тебе отключили память. И он дал ему мантры, которые пробуждают память. И эти мантры он стал их читать. И эти мантры раз и пробудили память. И у него все силы проявились. Как вы думаете, какая мантра проявляет память в Калиюле? И поскольку эта мантра, она обладает духовной потенцией, то есть присущей духовному миру. Йога Майя через нее действует. То есть Шримати Радхарани, ее одно из проявлений это Йога Майя. Поэтому она обладает этой природой. Йога Майя Анхата Гата Патир. Невозможное становится возможным. И то, что мы говорим, ой, это невозможно, это только потому, что мы еще не попали под влияние Харе Кришны Махаматры. Ой, я не могу прощать. Ой, я не могу гневаться. Ой, я не могу остановить свое вожделение. Ой, я не могу то одевать. Не могу ходить на Санкиртну. Не могу вот... Это только потому, что мы обусловились, забыли, что все силы должны отдать Кришне. И здесь Шрил Прабхупада пишет, как только Бхакта отдает себя полностью, целиком Кришне, ни о чем не беспокоится, как Кришна начинает распространять на него вот этот вид энергии. Сам начинает заботиться. И невозможное становится возможным. И он говорит здесь Шрил Прабхупада, ему нет необходимости беспокоиться, что ему поесть, как, что. Кришна все берет на себя. Потому что преданный берет все, что связано с желаниями Кришны на себя. А Кришна хочет, чтобы сейчас это знание распространилось в каждом городе и в каждой деревне. Какое знание? Ри Кришна, Ри Кришна, 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 Ари, Ари. Ари Рама, Ари Рама, 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 Ари, Ари. И в святом имени заключено все знание. Все писания заключены. Поскольку это воплощение самого Кришны. Еще с кем? С Шримати Радхарани. Радха Кришна воплощены. Вместе со всем своим самым близким сокровенным окружением. Гопи Сакхи там присутствует. И Гопи Нанджари. В этой Махамантры. Вот почему Бхакти Винададхакур молит. Поэтому важно не образование, дипломы или что-то. Важна эта искренность. Понимание того, как это действует. А кто получает понимание? Кришна говорит. Тот, кто с любовью служит мне, тому я даю понимание. И сразу Прабхапада пишет. Возникает вопрос. Но у меня же нет любви. Но посмотрите, когда мы хотим в кого-то влюбиться. У нас же еще нет любви. Но смотрите, что мы делаем. Но любви-то еще нет. Но смотрите, сколько делают люди, когда хотят влюбиться. И ищут это. И потом, когда еще находят. Они же не любят, сразу не любят же. Никто сразу не любит. Сначала нравится. Или сначала, ну-ка попробую. И начинают, и начинают. А что первое? Первое, что побуждают? Материальные желания. Ну смотрите, сколько много делают. И потом какая-нибудь подружка подходит и говорит, по-моему, он тебя любит. Она говорит, ну прямо так сразу любит. Ну смотри, сколько делает. С гитарой поет, как дурак. Каждую ночь не спит, не ест. Дарит эти шишки. Еловые там. Ветки какие-то дарит. Цветы. Бумажные. И так далее. То есть мы видим, что любовь сразу не проявляется. Но интерес, он как бы постепенно вырастает в какое-то четкое определение, что у человека есть какие-то желания по отношению к этой личности. И постепенно как бы это развивается, 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 развивается. И человек потом уже говорит, я тебя лублю. Девушка, я вас лублю. И так, есть такая история, может быть, кто-то слышал, как в одном городе далекие времена жил один бафа, его звали Вишнурата. И он был садовником в храме Господа Вишни. Он не умел ни читать, ни писать, не знал никакой абсолютно философии. Но он родился в семье садовника, храмового садовника. Этот садовник тоже не умел ни читать, ни писать, не знал никаких ни Багавадгиту, ничего не знал. Он знал только одно, что Вишну является верховной личностью Бога, что мы все являемся вечными душами. И это тело нам дано, чтобы совершать любовное преданное служение, лишенное всяких мотивов. Все, больше он ничего не знал. И отец перед смертью ему сказал, запомни, вся твоя жизнь должна быть отдана служению Вишну. Вот в этом саду ты должен делать цветы самые лучшие, следить за садом, и делать гирлянды. И больше ничего он ему не сказал. Представьте, нам такое сказать не будем? Еще так, всю жизнь это отдадим. И он ему сказал только эту фразу. И Вишнурата он стал это делать. И так он прожил 10 лет, 20. Потом женился, у него такая шудряночка была, такая большая, толстая, такая скверная женщина. Кто видел, может быть, фильм «Святой Тукарамы»? Не видели такой фильм? Там жена у него была, такая же жена у него была, как у Тукарамы. Тукарамы ворчала, кричала, дураком взывала. А он так внимательно бросал, говорит, да ладно, что ты, дорогая. Он говорит так спокойно. И вот этот Вишнурата делал эти гирлянды. И вот как-то раз в этом государстве царь каждый раз устанавливал религию. Государственную религию. И все брахманы собирались на собрание. И тот, кто в философских спорах побеждает и всем доказывает, что эта религия должна быть в государстве в данный момент, такая религия восстанавливается в этом государстве. Это происходило каждый раз, как заступал новый царь. То есть, какую религию нам исповедуют. И вот Вишнурата как-то спал ночью, и к нему явился Вишну во сне. Вот это божество, которому он служил. И он встал, как обычно, склонился перед божеством во сне. И говорит, о мой Господь, что случилось? Гирлянда, может быть, неправильно сделана или что-то тебе не понравилось? Он сказал, что Вишнурата завтра утром проснешься, собирая манатки, пойдешь к Анчапуру, там будет великое собрание всех великих мудрецов, гьяни, философов, всех этих империков, йогов. Ты будешь представлять мою самопрадайву. Он даже слов таких не понимал. Что я буду представлять? Он говорит, короче говоря, ты готов сделать то, что я тебе скажу? Он говорит, конечно, а что проблема-то? Я живу, чтобы делать то, что ты хочешь. Цветы там. Нет, ты пойдешь представлять. Он говорит, каким образом? Цветами представлять, чем? Экебана, так сказать, что там надо сделать? Он сказал, нет, ты провозгласишь философию преданного служения. И Вишнурат сказал, так я же не читать, не писать не могу. Какая философия? Это же слово такое, что философия, что это такое? Он сказал, ну ни о чем не беспокойся, ты мне веришь? Ну-ка, нет проблем. Собирайся, иди вон туда, придешь, поспи там маленько, тебя ткнут, скажешь, что надо. Он сказал, нет проблем, я слуга. Что это? В чем проблема? Пойду, толкнут, не дадут проспать. И утром он проснулся, стал собираться, собрал монатки свои, маленький скарб там, котомочку. Жена говорит, ты куда этот старый дурак собрался? Он говорит, да поехал, пошел в Канчапуру, там великие мудрецы собираются. Надо мне речь там произнести, чтобы религию преданного служения восстановить. Она говорит, что ты, дорогой, она его трогать начала. Побежала к июрведическому доктору здесь стоять, она сказала, стоять. И побежала к июрведическому доктору. Июрведический доктор там пришел, потрогал, говорит, надо тоубан, спина там что-то все выводить надо, жареную лицу надо съесть, в воздухе поселились. Но Вишнурата, он подумал, мне Вишнур сказал, но он так не будет говорить, потому что они думают, что он чокнется совсем. Он говорит, ну нет, я пошел, мне надо. И так он все-таки темные ночи выбросил, чтобы никто его, так сказать, дураком не обзывал, не беспокоит, и пошел в Канчапуру. Пришел в Канчапуру, там эти все со шнурами, с книгами, цитируют, тренируются как бы так. И перед собранием. И царь, он должен был прийти, там арена такая сделана, и каждый выходит туда на такой подиум, и говорит, 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 а ему вопросы задают, и пока его не победят. Потом другой говорит такой, пока кто-то не выиграет. И тогда, тогда религия восстановится. И за то, что кто выиграет, тому давали мешок золота. И там висело дерево Кадамбе, на ветке висел мешок золота. И надо было снять, когда победит, и этот мешок золота вручить, и установить эту религию. И вишнура-то, а вон все, у него никакого шнура, ничего там, у Кантемала есть, все, одна. Не три даже. Не было такого. Маршу. Он пришел, ну там все эти такие великие, они говорят, ты чей слуга какой-то, холоп, чей будешь, в чьих будешь, так сказать. Он, да я как тут пришел. Ну я знаю, что зачем я пришел. Ну и все, все расселись, там, представляете, тысячи там этих мудриц. И один выходит, и начали. И пошло, и естественно, такие простые люди, простые жести. Он сразу, как там зажужжали, а узнал. Он сразу заснул, и ему снится сон, как он в этом саду ходит, цветы собирает, старается, и думает, я для Господа сделаю такую гирлянду. И он ходит, потому что он всю жизнь это делал, чем жить-то. И он там во сне видит, какие-то цветы там что-то делал, там присматривает, какие лучше. И сделал гирлянду, все, пуджарий отдает, пуджарий там все, так на него смотрят, навишну раду пуджарий. Взял, все там обрызгал, и Господа, и в дырочку, его даже туда внутрь храма не пускали. И он в дырочке там смотрит, и видит, гирлянда висит, навишну, и он довольный, пошел дальше. И такие сны сны, потом, а-а-а-а, там тут смесь, он у нас просыпается. И там что-то уже одного, все, победили, другой выходит, и опять, а-а-а-а-а, и он опять. Прошел, он больше ничего не знает. И он опять там гирлянды делает для Господа, все. И так он счастлив во сне, и он так сидит, и все уже прошли, там первый день, второй день, и уже все на него смотрят, так, на сирену спикнул. И они уже так над ним подоткались, кто-то к ноту, вот там. И так прошли, прошло много дней, и он так все сидел, сидел, и вот, ну что, все, все выступили. И там какой-то Майвади там победил всех, а вишнуна, тот, ну, уже совсем так, когда я туда, так уже. Знаете, когда человек засыпает, ну, так-то. И он же там совсем уже. И кто-то ради смеха просто рядом сидел, и вот пальцем стыли, и вот, ну, нет! И там говорится, ну что, все, а они видели, что он спал, и они решили от него подшутить, эти все. Я так, не-не-не, еще вот этот не сказал, и вот, стой, стой, а я тут встал, такой, и все хохочут, потому что за все дни-то видели, что он у нас смотрел. Ну, видишь, что по нему видать, что простолюдин такой, все, и никто. Он дает, ну что, его, давай-давай-давай, его выпустим, и вот, там, стоит, все, гогочут там над ним, эти мудрецы, там. Даже, если бы какая-то там личность стояла, все бы там гордо. А тут даже гордиться не надо было, они просто хохотали, ну, вообще, клоуны. И они говорят, ну что вы скажете нам, ой, мудрец, они начали над ним издеваться. И он говорит, и он, вишнурат, он хотел сказать, да нечего сказать, он там, приготовился. Сейчас я в истину скажу. И они вот там же со смеялись. И они загоготали все, а-а-а. И он такой, раз, да вот, что такое? Он говорит, да, Господь, что такое? И вспоминает, встал, как вишнурат, ты давай, делай то, что ты там. Вышел там, рот открывай, я сам сделаю все, что надо. И он как начал шпарить, как начал шпарить, и начал цитировать стихи на санскрите. И он сам такие, да, рот у него говорит, говорит, он руками машет там. И сам такие глаза у него, он, писание такое-то там, что-то такое-то. А эти росты сразу, они там расписали, точно, точно. И они думают, ах ты какой, прикинулся, там, спорят, а, все, слушал. И они там давай с ним спорят, и он, бух-бух. Они опять, и он цитирует страницы, их шлоки, стихи, произведения. А там какой-то встает один, он говорит, там вашему то говорится вот так. Они разучат, точно. И они все потрясены. И царь, он так на него стал смотреть. А царь, он был такой, искал такого, настоящего. И он шпарил, 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 в конце сказал, вот и все. И они все. И царь такой встал на него смотреть. И даже царь не спрашивал, есть вопросы, царь подбежал и упал к нему в стопы. Схватил его за стопы и сказал, прими меня своим учеником. И тут Вишнурада как бы включился опять на Вишнураде. И я сказал, царь, да ты что, он так в стопы стал. Ваше величество. И упал к нему в стопы. И царь про себя сказал, вот это да. Вот это смирение вообще. И он говорит, так они друг к другу снова падали. И Вишнурад, ему было так неудобно. Царь в стопы, он говорит, я садовник. Если они узнают, что я садовник, он говорит, врать нехорошо. Он говорит, да я простой садовник, он сказал. И все как, ура, как заорут. И царь думает, вот это да, такая великая личность, подсадовник омолотит. Вот это да, смирение, такой скромный. Он говорит, да точно я садовник. А они, вот это да, даже шнур не носит. Парамахамса. И каждый раз, как только он слово какое-то говорит, что он вообще не такой. Он говорит, да я глупый. А они думают, вот это да, вот смирение всех победил, кто был. И говорит, я глупый. И царь сказал, ты мой господин. И в этот момент ветка дерева сама так наклонилась. И этот мешок прямо перед ним свисли. И пук, и он его поймал. В руки. И он сказал, да зачем мне это все, я же просто пришел. Мне Вишну сказал, я пришел. Все так расслабили, ну, мы так улыбаться стали. Но никто уже не ржал так все. А царь сказал, Вишну тебе сказал. Ты друг Вишну? И он опять в стопы. Он сказал, да нет, никто мне не говорил. Жена сказала, жена сказала. И он думал, как же жена сказала, если я тут столько наговорил. И он уже не знал, мы полностью в угол загнали его. Как жена сказала, ты такие вещи тут говоришь. И он уже молчит просто. И царь стал говорить, дай наставление, дай наставление. Ой, Махарадж, Гуру Махарадж. Он стал его Гуру называть. И он говорит, да возьмите золото. И им отдал этим. Что он испугался. Думает, я сейчас золотом, я не заслужил. И он говорит, нате возьмите, если вам надо. И царь думал, вот это да. Да, еще хуже он сделал себе. Царь подумал, вот это да. Мешок золота он ему раздал. И те довольные брахманы не установили приятное слово. И царь стал говорить, давай, прими меня. И он ничего не знал. Но он знал, что. И он сказал, я тебе там такое скажу. Когда отец мой помирал, мне сказал. Вишна является верховной личностью Бога. Он сказал, я это понял. Из твоих речей ты два часа тут такое говорил. Все сомнения мои рассеялись. Он говорит, Вишна является верховной личностью Бога. А мы его вечными слугами. И это тело предназначено для того, чтобы совершать ему любовное, чистое, преданное служение. И больше не отвлекаться ни на что. Отдай свою жизнь. И весь свой жизненный воздух в поклонение Вишне. И царь он подумал, вот это да, я этого искал. Такие наставления я искал. И поскольку он сам следовал этому, это наставление четко попало в сердце того, кто искал это. И Вишна-Рата собрался, и там ему почести в дворец его затащили. Он так, он, все это для него была пытка. Представляете, как вас сейчас в Белый дом куда-нибудь засажили бы, и там начали бы не за того принимать. И он тихонько ночью и пошел домой. Но вести уже распространились. И когда он к городу подходил, там жители с цветами все. Ура! Харибон! Там здравствует Махатма Вишнурат. С цветами его закидывают там. Царь выехал, встречают. И Вишнурат, и когда это увидел, он горько заплакал. И он стал говорить, за что? За что? Его обсыпали цветами. За что? Его подняли на руки. Он просто плакал. А все думали, он на счастье плачет. Он плакал от горя. И вечером, когда он уполз домой, своей жене толстой, он так рыдал. Она говорит, ты что плачешь? Ты смотри, как тебя встречают. Ты дурак там, что сделал такое? И он говорит, я ничего не сделал. Ты права, я дурак, как был дураком, остался. Ничего не сделал. Все же наш Господь устроил. Просто Он сказал, пойди, я все сделаю. Я пошел, Он все сделал. Они даже не понимают, что это сделал Господь. И Кришна, я понял, что Кришна надо мной издевался. Он сказал, что такое жена? Как он такой? Он негодяй. И он плакал, плакал и заснул. И ночью к нему опять пришел Вишну. На горуде он прилетел. И сказал, Вишнурата, я тебя поздравляю. Ты, оказывается, такой великий мудрец. И Вишнурата поднялся и говорит, иди отсюда, я с тобой разговаривать не хочу. Я отвернулся от него. Вишна так с этой стороны подошел, сказал, Вишнурата, да ты что? И так его за руку взял. Он сказал, убери. Он сказал, Вишнурата, да ты что? Он сказал, я вообще не знал, что ты такой негодяй. Я тебе служил. Вообще, кому я служил? Ты вообще как себя ведешь? Ты надо мной издеваешься. Я с такой любовью тебе все... Ты надо мной издеваешься, да? Цветами обсыпал. Ты что мне? Думал, что я ради почести все это делаю, ради славы. Каждый джай, это было как камень. А каждый цветок как битым стеклом бросали. Ты что думаешь, что в моем сердце это было такое желание, чтобы ты меня прославлял? Он сказал, я тебе больше никогда вообще тебя не буду любить. Все, я больше вообще тебе ни одной гирляндой не сделаю. Я ухожу вообще от тебя. Он сказал, Вишнурата, да ты что? Ты что, я по глупости такое сделал? Я же по глупости. Я ты вообще глупый. Ты что? Я же по твоему, я просто думаю, ну ты может быть хочешь отдохнуть от твоей жены толстой. Она же тебя забодала. Ну и решил тебя в отпуск отправить. Там ты поспал хорошо. Рассказал им обо мне и все. Ты что, я же ничего не хотел плохого. И Вишнурата сказал, вообще разговаривать не буду с тобой. И молчится. Ну тогда раз ты ухочешь, я тоже с тобой ухожу. Он сказал, как ты ты со мной уходишь? Тут царь, тут все люди, они же тебе поклоняться должны. Ты что, как только из-за меня? А он говорит, так я из-за тебя только здесь. Ну как ты из-за меня-то? Он говорит, да. На самом деле я этих царя принимаю, всех этих пуджарьев, всех. Только потому, что ты здесь живешь, в этом городе. Я в этом городе. И слышит раковина. Я говорю, давай в храм, ты что? А он сказал, нет. Ну ладно, ладно, я не уйду, не уйду, не уйду. Он сказал, точно, точно. Ну и тогда я тоже не уйду. А почему? Давай благословление. Какие благословления? Что, шутишь что ли? Ты же бог. Он говорит, какой я бог? Я твой слуга. Он опять все. Издеваешься опять, отвернулся. Я тебя прошу, дай благословление. Ты видишь, какой я глупый. В какую ситуацию тебя поставил. А ты мне благословишь, карма уйдет, и все будет нормально. И Вишнурата, он такой, он так думал. Ну если он так говорит, может быть, правда. Он-то не знал таких вещей. Ну ладно. Повернулся. Вишнан такой встал. Каруда тоже встал. Приготовились. И такие улыбаются, они друг на друга смотрят. И Вишнурата стал вспоминать, какие благословления-то есть. И он поднял руку. Помнишь, что там брахманы так делают? Поднял руку. И говорит. Ну ладно, Вишну, крепкого тебе здоровья. Живи тысячу лет. Чтоб чакра твоя не болела. Пусть живет тысячу лет. И он стал говорить, что все не болели и тысячу лет жили. Вишну был в восторге. Каруда был в восторге от этих отношений. Он так все это делал искренне. И потом он так. Ну ну все, хватит. И он такой смущенный отвернулся. И Вишна был в экстазе. И Вишну Рата вот такой, такой заскромничен. И Вишна улетел во дворец. И он перед тем, как улетать, сказал, дай мне, если честное слово, что ты будешь мне гирлянды приносить. Если этого не будет, я уйду. Он сказал, ладно, ладно. Но больше я никуда не хожу, никому и гудрецам не чек. Все, 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 все сказал Вишну. И так Вишну Рата стал служить. И вот здесь, в этом стихе, как раз говорится. Тем, кто постоянно с любовью служит мне, я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне. Чтобы оказать им особую милость, я, пребывающий в их сердцах, сиянием знаний, рассеиваю тьму, порожденную невежеством. Тари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Это вопрос. Ом это немного как бы имперсональная система, она воспринимается так. Но на самом деле Ом Вайшнама по-другому истолкует. То есть естественное положение Ома, это А, это Кришна, О, ой, А, У, это Шримати Радхарани и М, это живое существо. Имперсоналисты, они не знают этого. А все остальное для них разбавлено материей. То есть они разбавляют это своим материальным спекуляциям, представлением. Потому что они нечисты. Они не являются преданными. То есть особую милость только Кришна дает преданным, пониманием всего этого. Поэтому, говорится, пока человек материалист, он все воспринимает материально. Как только он трансценденталист, он этот материальный мир не рассматривает как материальный. Он рассматривает и как трансцендентный тоже. Потому что, вы знаете, да? Ом пур нам, там агам пур нам и дам. Все, что абсолютно отделяется, обладает той же абсолютностью и полнотой. Этот материальный мир от кого исходит? От Кришны. Мы можем сказать, что он не абсолютен? Мы не абсолютен, но мир этот абсолютен. Мир этот абсолютен. Шрилбхак Сарасвати говорит, что мы просто не воспринимаем его как абсолютный. Даже в этом материальном мире все лилы проявлены. Когда пелена майя уходит с нашего глаз, с нашего сердца, мы видим, что здесь лилы прости как вечный лил. Кришна прямо здесь находится сейчас. Потому что наш ум, если настроиться, мы прямо здесь сейчас увидим Кришну. Мы увидим, как он здесь вот, в вашей стороне. Мы увидим здесь, как здесь ходят какие-то духовные личности. Мы все по-другому начинаем. Прямо здесь. Вот как-то последний приезд Бхатна Читания Махараши как раз это объяснял. Что это зависит от настройки. Вы можете включить телевизор, и там нет никакой программы. Но видите, что в программе написано там кино. Вы его настраиваете, антенна. Она начинает принимать эти телеволны, на которых вы настроили. Знаете, да, есть УКВДН, там какие-то телевизионные волны точно такие же. Вы настраиваете на них, и появляется изображение. Точно так же и в нас. Когда мы настраиваем на определенные волны. На кого? На Кришну настроены, правильно настроены. Мы начинаем его видеть. Пока мы настроены на что-то другое, там пшшшш, все это, пустота. Брахмаджо эти, знаете, видите телевизор, мелкие какие-то точечки. Так и все. Поэтому, значит, разбавленная материя, это как бы вот в таком, то есть не настроена на духовный лад, настроена на материальный лад, поэтому все разбавляется. Что не даем, они все разбавляют материально. Диспропорция происходит Все чистое становится нечисто Так, цистерну молока Взять пипетку и каплю мочи в цистерну молока Опустить Как вы думаете, молоко нормально останется? Цистерну, вот посмотрите пропорция Капля такая маленькая мочи И такая огромная цистерна молока Так вот, капля мочи Оскверняет всю цистерну молока Согласны с этим? Нет, конечно, да Омекулы, вот что такое? Все равно же не чувствуется моча Даже хоть всю пипетку вылить туда Может даже Кришне предложить Будешь пить такое молоко? Завтра же тебе дадим Ты так удивлено Или немножко калу Туда положу Знаете, эта история про Брахмана Который предлагал молоко с любовью и преданностью Но не заметил, что волос от коровы попался Волос всего лишь И как все было разбито Выразилось пренебрежение Пренебрежение своим обязанностям То есть делать пренебрежительно То есть уже так до механизма довести все Это означает пренебречь преданностью Пренебречь личностью Поэтому, когда вы там просто вот так поднимаетесь Подпрыгиваете Пренебрегаете, значит, на самом деле Вот я, допустим, прямо терпеть не могу Вот так обидно, вот становится запретным Что они никак не могут сообразить Что нельзя все механически выполнять Это как бы превращается в лицемерие Знаете, вот японцы они Потом там что-то Чучело Это же чучело Какая разница Хоть что им поставить А, хорошо, здраво Механически все Без разбору Имперсонализм Ничего друг от друга не отделяют Все есть брахманы Все мы станем Богом Пропадов писал Хотели стать Богом, а стали Догом Давайте вопрос Один вопрос И закруглимся А то я сейчас начну историю шпарить Меня всегда надо сдерживать Контроль чувств Все же знают Я 5-6 часов буду говорить 7-10-11 Какая лекция Для меня это вкусно Я же говорю Я рассказывал На культуре была лекция 11 часов И люди не хотели уходить В Томске преподаватели университета 400 человек 11 часов не уходили До полвторого ночи сидели В 3 начали Я не до полвторого ночи досидел В 3 дня началось И до полвторого ночи 11 часов они сидели И говорю Давайте до утра Уже ничего не ходило Там не ездило Говорит А что когда уходить Сторож там уже И я это об истории рассказал Сколько раз У людей вкус проявился Слушать За 4 дня Я уже не рассказывал Про какие-то пространства Я чисто рассказывал Про игры Кришны Там на роду муни И люди слушали Потрясающе За 4 дня Это было фантастика Невозможное стало возможно Забыли о детях И потом так было Так смешно Я говорил И потом сам вспомнил Что ночью же И говорю Вы знаете сколько времени И такой Стоп Все смотрели И все как начали смеяться Друг друга смотрели Женщины подпрыгнули Пошли А мужики кричат Куда уж ничего не ходит Куда пошли И они такие С соборствами Ну и что поютит Они говорят Представьте, мужья в морг звонят, а они хри Кришны пели. Представьте, человек, который был нормальным человеком, кто поверит, что они там слушали про Кришну. Явно так сели, распались там. Я думаю, Кришна все устроил. Потом приезжал и нормально все. Удивительно. Кришна так привлекательна вообще. Как бы людей настроить просто. Что этот быт он так заел, что люди не могут перестроиться. И в этом как бы реализация, когда человек не перестраивается ни при каких обстоятельствах, всегда настроен на Кришну. В этом это означает ништха, устойчивость. Такая ништха это когда он какие-то обстоятельства выбивает его. Кришна забывая по-настоящему. То есть прекращает действовать так, как в сознании Кришны. Он помнит Кришну? Кришна, Кришна. Можно помнить, да я читал для тюрки. Просто по-настоящему. Потому что можно грешить и прям помнить Кришну. Вот, знаете, грешу и помню Кришну. Ой, Кришна, я грешу. Ой, 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 ой. И думать, ну вот смотри, все, ващна. Нет. Помнить это значит делать только то, что он не хочет. Никогда не делать то, что он не хочет. Это по металлу. Хри-Кришна. Хри-Кришна. Шримад Бхагавадгита класс. Киджай, Шримад Бхарпада, Киджай. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.